Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире наша программа «Наше дело» и с вами ее ведущие Сергей Колесников и Марина Блудян. И сегодня у нас в гостях Алексей Херсонцев, руководитель Федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация». Добрый день, Алексей! Поздравляю вас с недавним назначением. Не могли бы вы рассказать о вашей работе, чтобы наши телезрители понимали, чем занимается ваша организация и какие планы работы у вас на ближайшие годы? Добрый день, Сергей! Добрый день, Марина! Действительно, не все знают, чем занимается Росаккредитация, Федеральная служба по аккредитации. Поэтому, если позволите, несколько слов я скажу сначала о том, в чем заключается работа службы. Как известно, та продукция, которая обращается на рынки, к ней государство предъявляет обязательные требования, связанные с ее безопасностью. И по многим товарным позициям подтверждение таких обязательных требований требует получения сертификатов проведения испытаний и исследований в лабораториях. Понятно, что само государство такие сертификаты, испытания осуществлять не может, поскольку это требовало бы большого штата, содержания большого количества лабораторий и так далее. Поэтому во всем мире полномочия, а не такие как бы государственные, полугосударственные по подтверждению соответствия, отдаются частным организациям. Ну, либо в нашей стране, поскольку у нас советское наследие все-таки есть, тем организациям, которые являются государственными, но работают фактически в рынке. И вот, чтобы подтвердить, что эти организации компетентны, что они соблюдают требования по прозрачности, честности, неподкупности, что там есть реальная испытательная лаборатория. Компетентность. Компетентность, да. Для этих целей есть служба, которая аккредитует вот эти органы по сертификации испытательной лаборатории, чтобы они имели право выдавать на продукцию сертификаты, выдавать протоколы испытаний, которые ложатся в их основу. Вот это так в трех словах о чем служба. Если еще говорить проще, то продукция по большей части товарных позиций не может быть, например, ввезена в страну, если на нее нет сертификата, подтверждающего требования безопасности. А сколько у нас аккредитованных лабораторий в России? Значит, если говорить в целом о количестве аккредитованных лиц, то эта цифра сейчас порядка 8 тысяч. Это много. Но было еще больше. Было 17 тысяч, когда организовалась Росаккредитация, молодая служба, в 2011 году, и они приняли дела. Было 17 тысяч аккредитованных лиц. Ну, и это было, конечно... А сколько, интересно, в Германии? Жульнический. Там не более 500, при этом международно признаваемых 200. То есть это, в принципе, получается для вас некая реперная точка, да, Алексей, или это не факт, что для нас это... Ну, территория-то у нас побольше, чем в Германии. Но, тем не менее, конечно, 8 тысяч, это еще очень много. Да, я думаю, что тут прям какой-то прямой математической модели, сколько их должно быть в России, ее не существует. Но мы понимаем, конечно, что сейчас это количество сильно большое. Мы также понимаем, что если в Германии и в большинстве стран, которые принято приводить в пример, обсуждая какие-то наши экономические проблемы, органы по сертификатам в лаборатории работают в первую очередь на внутреннего производителя, то, конечно, мы понимаем, что у нас большинство документов выдается на импортируемую продукцию. И, конечно, понятно, откуда такое большое количество органов, откуда такое желание, значит, ловить здесь рыбку в мутной воде и так далее. Вы знаете, например, я, чтобы получить сертификат европейский, потратила на это больше двух лет и больше 250 тысяч евро. Мои конкуренты и коллеги зарубежные приезжают сразу с автомобилем или там какой-то грузовой партией, прям сразу на таможню приезжают без сертификата, получают его за два часа и въезжают в страну. Но сейчас уже в нашей сфере налажен порядок, это уже не так. Они тоже должны пройти все процедуры заранее, прежде чем приехать. Но я привела пример, так было. И по многим позициям это еще сохраняется. У нас-то разговор, ну, всегда принято считать, что это федеральная служба, контрольный орган. Ой, какая от него проблема бизнесу. А какая проблема бизнесу? Но я-то хотела спросить, вот чтобы вы сказали, а какая польза бизнесу от Росаккредитации? Действительно, вот вы хорошо добавили российскому бизнесу. Первое, если, то есть правила игры должны быть одинаковые. Если государство от вас требует безопасности в отношении производимой вами продукции, то вы должны быть уверены, что если вы инвестируете в безопасность своей продукции, то и все остальные игроки на рынке делают то же самое. Что бизнес ведет себя как экономически разумный субъект. Если другие не инвестируют в безопасность, то и я не буду. Но параллельно я при этом как бы становлюсь таким тоже серым. Ну да, в нелегальном отчасти. И да, многие не готовы, но вынуждены этим. Поэтому, если службе удастся наладить здесь все-таки порядок и органы по сертификации, испытатель лаборатории будут действительно выполнять те функции, которые перед ними ставятся в законе задачи, то это должно приводить к тому, что тот, кто инвестирует в качестве безопасности продукции, будет это делать экономически для себя выгодно. То есть, это не будет такая дурацкая инвестиция, когда все остальные на рынке этим не занимаются. Алексей, можно вопрос задать? Спасибо за ответ. Скажите, а вы сами лично или ваши сотрудники принимают участие в обсуждении в профильных министерствах, в Минпромторге или в Минстрою или в других министерствах, курирующих? Вопросы, какие виды продукции и какие условия... И какие требования безопасности. Какие требования безопасности осуществлять? Или вы считаете, что ваши задачи исполняются, а не участвовать в этих дискуссиях? Поскольку, в принципе, вопрос очень широкий. У нас, я думаю, десятки, сотни тысяч товаров, услуг миллионы. И очевидно, что здесь тема очень дискуссионная. Мой личный опыт работы на рынке стройматериалов, а мы занимаемся производством кровельных тепловизационных материалов, поставляем в 79 стран мира. И я вижу эту проблему как участник рынка. Вижу, чем отличается сертификация во Франции, в Италии и в Китае. Естественно, есть плюсы и минусы. Сложнее всего получить сертификат во Франции, кстати. Почему, собственно говоря, французский рынок очень сильно защищен. И французские производители поэтому доминируют. Что получить французский сертификат, это просто для... Не то, что для россиян, а для итальянцев это большая проблема. И это как бы один конец полюса в Европе. Французы защитили рынок с помощью сертификации так, что не попадешь. С другой стороны, это конкуренция. Когда мы говорим о слишком сильной безопасности, очевидное количество игроков на рынке резко снижается. Такая непростая тема, да? Не можете я по своих подходах рассказать? Здесь я могу с вами поговорить, как бывший сотрудник Министерства экономического развития. Не просто сотрудник, а глава департамента государственного регулирования. Когда я работал в Министерстве экономического развития, я, конечно, непосредственное участие принимал в этих дискуссиях. Понятно, что я первым у нас Минпромтором за этот политик тематический. Это вообще сфера технического регулирования? Сейчас, конечно, как глава службы, наша задача несколько другая. Мы не занимаемся участием в выработке требований к продукции. Для нас важно обеспечить, чтобы процессы испытаний продукции... Уже по утвержденным требованиям были продолжены. Не важно, каким. Не важно, в каких сферах. Но если ты сказал, что это испытательная лаборатория, те методы, которые ты заявляешь, которые установлены для испытаний, те процедуры и так далее, они соблюдались. И когда ты выдаешь протокол, он действительно подтверждал, что в этой конкретной продукции те нормативы, которые от тебя требуются, соответствующие тех регламентами, ГОСТами и так далее, они там действительно соблюдены. Вот сейчас задача эта. Если хотите немножко пообсуждать вот тот баланс, о котором вы сказали, то такая дискуссия тоже... Я раньше в этом участвовал. И, в принципе, на мой взгляд, сфера этих дискуссий стала намного прозрачнее, чем была раньше. В 2011 году мы начинали с того, что стали внедрять в стране такую процедуру, называется оценка регулирующего воздействия. Я не знаю, слышали, не слышали. Разные с точки зрения. Кто-то говорит, слушайте, ну, не помогает она, все равно, значит, принимает все документы, нас не слышат, условно говоря, как бизнес. Я так не считаю. Мы в свое время, когда это делали, мы действительно серьезно открыли процесс правотворчества. Раскрыли. По крайней мере, мы точно знаем, что нас ждет. Если, может быть, нас и не слышат, мы говорим, не надо это принимать, не надо так, не надо так. Но, по крайней мере, мы видим, что это за документы, что на нас движется. Я согласен с вами, и то, что многие ФАИВы пытаются перескочить ОРВ, делая поправки ко второму чтению, означает, что они боятся публичного обсуждения, и что действительно этот фильтр существует. Может быть, не 100%, но лично мы, деловая Россия, некоторые законопроекты критиковали, и эта критика была услышана, если не самим ФАИВом, который писал этот законопроект, то секретариатом Шувалова и другими правительственными органами законопроект либо отменяли, либо серьезно правили. Так что могу поддержать, что влияние этого механизма существует. Другое дело, что иногда его сами федеральные органы власти перепрыгивают, делая всякие хитрые вещи, связанные с поправками к предложению, одобрено в первом чтении, на одной странице 63 страницы, ко второму. И там и рыба, и налоги, и труд, и все. И, оказывается, документ там написано было про одну, а 63 страницы текста, имеющие отношение вообще к другим формам регулирования. Такие, конечно, финты тоже стали частыми явлениями, чтобы перескочить общественное обсуждение. Спасибо за этот ответ. Но там еще одна есть проблема. Ведь, кроме того, когда мы сделаем техническое регулирование, если, допустим, примем сертификацию обязательную, допустим, какую-то продукцию, в частности, я возьму пример Германии и Польши, кровельные материалы. В Германии очень высокие стандарты, по кровле в Польше очень низкие. Хотя и та другая страна имеет сертификацию, она обязательная. Но рынок по факту отличается, как Мерседес отличается от запорожца. Потому что в Германии имплементирована норма, что если вы не делаете эту качественную продукцию, и сертификация это подтвердит, вы теряете рынок. То есть очень серьезная система обратной связи, наказания. В Польше, в общем-то, вас пожурят. Поэтому вопрос не только сертификации, но обнаружим мы, что там части... Представим, что мы хотим повысить стандарты производства цемента или еще какой-то строительной продукции. Все участники договорились, Минпромтор принял эти стандарты, выявили, что часть производителя не соответствует. А что дальше? Закрывать, штрафовать. В принципе, без серьезного воздействия делать некачественную продукцию всегда экономически выгоднее. Как с этим быть? Служба должна следить за тем, чтобы процедуры, а процедуры эти, как правило, описанные и в наших стандартах, и в международных стандартах, они этими органами по сертификации соблюдались. Если же Роспотребнадзор или Ростехнадзор, если мы говорим о стройке, о строительном надзоре... Ну вот сейчас цементы ввели, обязательно в сертификацию. Если он находит, что применяются не те цементы, или цемент у него в сертификате написано, что он соответствует ГОСТу, а в ходе выявляется, что не соответствует, дальше мы должны разбираться вместе. Если это вина органа по сертификации, то мы обязаны применять меры. У нас есть инструментарий по приостановлению и по закрытию таких органов. Спасибо, Алексей. Продолжим после нашей рекламной паузы. А сейчас рекламная пауза. Редактор субтитров А.Семкин Добрый день, уважаемые телезрители. Продолжим нашу передачу «Наше дело». В эфире ее ведущие Сергей Колесников и Марина Блудян. И сегодня у нас в гостях Алексей Херсонцев, руководитель федеральной службы по аккредитации, Росаккредитации. Добрый день еще раз. Спасибо, Алексей, за интересный рассказ о том, какие органы Ростехнадзор и Роспотребнадзор, соответственно, я так понимаю, это те органы, которые следят за исполнительность. И Росстандарт у нас тоже следит за… Где-то МЧС, да. Да, да. У нас контрольных органов за продукцию на рынке много. Я, знаете, хотела сказать о том, что Росаккредитация, вот Алексей говорил о пользе в предыдущем части, о пользе Росаккредитации, но тут есть… Вот вы коснулись о том, что в Польше один сертификат, в Германии другой сертификат. Но дело все в том, что в Германии действуют польские бумаги, их не нужно переподтверждать. Есть понятие признания результатов. Вот Росаккредитация сегодня занимается… Ну, для России чем-то… Вот сложно переоценить вообще эту деятельность. Я думаю, что после Петра Первого это следующее прорубание окна только не в Европу, а в мир. Они занимаются тем, чтобы добиться признания российских результатов. То есть после того, как эта процедура будет закончена, вы, получив бумагу на свою продукцию, российскую бумагу, сможете беспрепятственно, без барьеров продавать свою продукцию в любой стране. Так ли, Алексей? Вот расскажите нам, что это, как вообще это все получается? Ну, действительно. Я, кстати, вам напомню, обычно рассказ об аккредитации начинается с перевода этого слова на русский язык. Обычно все говорят, ну, понятно, что аккредитация от слова «доверие». Доверие. Вот. И служба по аккредитации… Служба по доверию. Да, доверие к сертификатам и к результатам испытаний. Так. Если говорить о взаимном признании международном, то то, о чем сказала Марина, речь идет о чем? Если мы хотим, чтобы результаты испытаний и сертификации, проведенные в России, признавались за рубежом, это значит, что за рубеж должен им доверять. Для этого есть такая инфраструктура глобального доверия. Это международные организации, ИЛАК и АФ. Это две организации, это не одно слово. Да, две разных организации международных, которые оценивают страновые вот эти инфраструктуры доверия, страновые органы, и в случае признания полноправного членства в них, фактически те страны, которые являются членами ИЛАК и АФ, они тебе начинают доверять. То есть снимаются барьеры. А вообще вот эти снятия барьеров, оно провозглашено в соглашении ВТО. Вот Россия, когда вступала в ВТО, там одно из ключевых соглашений, это соглашение о снятии технических барьеров при торговле. Техническим барьером является подтверждение соответствия вот этой бумаги. И вот сегодня Россия, по сути, если все получится, сегодня Россия, по сути, начинает выполнять это соглашение. Потому что пока этого не было, то мы закрыты. У нас барьеры есть, и мы, знаете, как в ВТО, принцип какой? Отдай свой рынок, получи много рынков. А мы это не можем сделать. Получить много рынков, реализовать это соглашение без Росаккредитации мы не можем. Какой у нас рейтинг Алексеева, эти организации, как много стран нам доверяют? Ну, здесь не вопрос рейтинга. Здесь не вопрос рейтинга. Понятно, что в рамках создания в свое время таможенного союза ЕС мы сделали пространство доверия на наши пять стран. Но это, так сказать, императивно. Мы просто все договорились, что мы доверяем без даже взаимных оценок. На международном уровне это не так. Это по-другому. Там происходят так называемые взаимные оценки. Причем сложнейшие процедуры они проходят. Вступая в эту организацию, мы ожидаем инспекторов, которые должны сказать, что служба по аккредитации наше ведомство выстроила свою работу так, что оно действительно в состоянии подтвердить. Они проверяют сами органы выборочно, естественно, лаборатории. Говорят, там действительно это обеспечивается. Это процесс долгий, как вы знаете, и все. Это у нас в рамках всех наших административных реформ применено считать, что там предоставление любой услуги очень быстро. Слушайте, Алексей Игоревич скромничает. Многие страны эту процедуру проходят за 11, 12, 15 лет. Ребята за три года в сентябре планируются, что они станут действительными членами. Мы просто скромничаем. Мы еще не будем, так сказать, забегать вперед. Мы пока что ждем инспекторов от АПЛАК. Это региональное подразделение, ну не подразделение, это самостоятельная организация региональная, в которую мы сейчас вступаем. Но я так ожидаю, что полтора-два года мы все-таки полноправными членами этих организаций станем. После этого вопрос уже, то есть будет подтверждено доверие к работе. И дальше будет уже путь для некоторых двусторонних договоренностей с государствами о том, что давайте начинайте уже реально брать бумаги и с ними идти. Пока не будет общего доверия инфраструктуре, этот разговор даже никто не будет начинать. Алексей, это очень важная работа в свете заявлений Владимира Владимировича, заявлений Медрия Атруча. Потому что экспорт, то, о чем вы говорили, экспорт вытащит. Мы начали заниматься в 2008 году, мы поставляем ширпотреб, строим материалы. Естественно, тот опыт, который наша компания лично прошел, показывает о том, что сертификация – один из серьезных предприятий, барьеров. Особенно для молодых, начинающих компаний, где финансовые ресурсы минимальны, сертификация занимает огромное количество времени. Я помню, когда мы с сертификами встречались, они говорили с Россией, почему не из Китая или из Африки. Я помню 2004 год, когда нас считали африканской страной. И доказать о том, что мы не африканская страна, мы с финнами 4 года общались. И совершенно случайный случай помог нам попасть на финский рынок. Это уже отдельная история. Поэтому, конечно, от успешности вашей работы будет зависеть экспорт многих-многих-многих мелких... Просто экономика страны. Крупные компании могут себе позволить получение сертификатов в других странах. Для многих мелких, средних бизнес-экспорт, которые составляют небольшую часть, фактически это будет успех вашей работы, если вы сможете им помочь. У них, видите, как доверие. Главное доверие. А то, что сегодня на рынке продолжают работать некоторое количество жульнических компаний, оно подрывает это доверие. И у них, конечно, тяжелейшая работа по выявлению и прекращению их деятельности. Потому что эти ребята, ну, ловчее. Они, знаете, их только там их проверить, а говорят, а мы закрыты. Только их закрывают. А еще там какие-то... Ну, это... Расскажите подробнее, какие сложности возникают с наведением порядка наверняка? Это процесс непростой и болезненный, и даже, наверное, эмоциональный. Ну, он, безусловно, эмоциональный. Мы каждый день получаем пачки писем, где есть жалобы на нас, на одних аккредитованных лиц, на других жалобых друг на друга. Здесь сертификаты... Восемь тысяч. Ну, и так далее. Очень, в общем-то, большой объем вот этой входящей корреспонденции. Параллельно само реформирование, само новое законодательство потребовало фактически нам переоценить всех существующих на рынке. Вот служба небольшая. Служба, это порядка 200 человек, из них там в центральном аппарате здесь, это чуть больше, чем 100 человек. Это там, поверьте, немного. Что-то потому, что сюда там входят бухгалтера. Вот такие колоссальные задачи. Вот разные то, что положено. Реально там такой боевой состав бойцов там, это еще меньше. Поэтому здесь, безусловно, первое – это ресурсные ограничения на таком широком рынке. Если мы когда-нибудь придем к цифрам Германии, которые вы озвучивали, то... Ну, или хотя бы там к двум тысячам. Да, да, да. Какие, я вижу, здесь инструменты, и они, собственно, службой реализуются, поскольку, когда я работал в министерстве, мы, в общем-то, со службой нога в ногу всем этим занялись. Первое – это тотальная открытость. Сейчас где-то тотальная открытость, может быть, и против службы играет. Потому что, когда мы раскрыли все реестры, сделали доступную информацию о всем, можете зайти в интернет, вы можете скачать. Все аккредитованные лица, все выданные сертификаты, все написанные протоколы, все можно увидеть. Раньше этого вообще не было. Это все было закрыто мраком, и узнать кто, что, как невозможно. И сейчас, например, видно в реестре, что какая-то компания выдает в месяц полторы тысячи сертификатов. А не раз, ну так, надо включаться. Или там две тысячи протоколов. Значит, надо туда посмотреть. И тут же идет розаккредитация, препятствует бизнесу, там пятая-десять. У них там каждый день приключения. Но без открытости невозможно. В некоторой растущей организации, причем быстро растущей, у вас ошибки неминуемые какие-то. Когда вы тотально открываетесь, то понятно, что эти ошибки сразу тоже видны. И в этом смысле для тех, кто чем-то недоволен, тоже получается хороший, интересный инструментарий. В этих открытых реестрах эти ошибки выискиваете, постоянно жалуют, жалуются. Это неплохо. В принципе, это, конечно, осложняет работу, но это ее тоже улучшает. Поэтому первое – это открытость. Второе – ресурс людской небольшой. Поэтому это внедрение информационных технологий. Это дорогая, конечно, история. Но понятно, что тотально, заводя всю информацию о продукции и о подтверждении в реестры, мы на выходе через какое-то время путем современных методов будем иметь, упрощая, красные фонарики, которые будут зажигаться и говорить «идите туда, идите сюда, смотрите». То есть они, по сути, уже сейчас внедрили рискориентированный подход. Они всех подряд не проверяют, а только тех, кто… И знаете, Сергей, и уважаемые наши телезрители, я вам хочу подтвердить, что это уникальная служба. Там нет разговора о коррупции. Вот так сложилось. Вот они сложили такую команду. На рынке нет ни одного субъекта. Я не знаю, кто бы сказал, я со службой договорился. Это исключено. Это вот, я не знаю, их опыт надо тиражировать. Кроме, Алексей, открытости, как вы думаете, есть ли смысл заявлять о ключевых целях вашей организации, поскольку мой управленческий опыт показывает, что открытость – это лишь среда. Без четкой заявленной стратегии, целей и приоритизации объяснить свое поведение невозможно. Так можете сказать, какие три главные цели вы видите для своей организации в ближайший год-три и в точке неоприоритетов? Нет, если говорить о глобальной цели или о миссии организации, она понятна. В текущем среднесрочном периоде это очистка рынка. Глобальная цель – это обеспечение доверия к нашей инфраструктуре, подтверждение, соответственно, к национальной. Условно говоря, чтобы через 3-5 лет говорили в России, если ты получил протокол испытаний, ему можно верить. Спасибо, Алексей. Наша передача подходит к концу. Что бы вы пожелали нашим слушателям, предпринимателям? У меня сейчас в службе традиционный тост всегда. Начинаем со слов «доверяйте друг другу», и тогда ваши дела все будут успешны. Желаем вам удачи в той цели, которую вы себе поставили. Уверен, что достигнув ее, вы поможете десяткам тысяч мелким средним бизнесам, которые хотят экспортировать свою продукцию в соседние страны, поскольку это облегчит им дорогу кратно. Так что удачи вам. На этом наша передача подошла к концу. Я ввели ее Сергей Колесников, Марина Бладиан, и в гостях у нас был Алексей Херсонцев. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова